Слава Иисусу Христу! Дорогие братья и сестры, приветствую вас! И сегодня в наших Великопостных размышлениях в центре внимания будет евангельское чтение Пятого Воскресения Великого Поста. Но прежде чем перейти к самому размышлению, думаю, стоит отметить одну важную деталь. В немецкой традиции Пятое Воскресение называют «Шварцезонтак», то есть «Чёрное Воскресение». По традиции в этот день выносятся из храма или прячутся, или накрываются фиолетовой тканью все кресты и изображения Иисуса Христа, Господа нашего. И этот внешний знак для нас будет означать, что Страстная неделя еще не началась, но она уже совсем близко. В сегодняшнем Евангелии мы слышим историю спасения одной женщины, женщины, взятой в прелюбодеянии. И мы становимся свидетелями, как сам Господь спасает ее от смерти. Но это спасение, оно очень необычное. Если внимательно посмотрим на эту историю, то увидим, что в ней Иисус молчит, женщина, взятая в прелюбодеянии, молчит. А говорят обвинители, которых много. В нашей жизни иногда бывают похожие ситуации, когда мы попадаем в трудные обстоятельства, когда нам кажется, что весь мир против нас, мы вроде бы взываем к Богу, пытаемся как-то защищаться самостоятельно, а Бог молчит. Мы не видим помощи, не слышим Его ободряющего голоса. И нам кажется, что Он нас оставил. А на самом деле это не так. Если мы посмотрим, то увидим, что Иисус, Он не просто молчит, Он, наклонившись, пишет перстом на земле. То есть Он дает внешний знак для всех присутствующих, так и в нашей жизни. Господь дает нам знаки в событиях, которые происходят в нашей жизни. И если мы не соблюдаем внутреннюю тишину, если не стремимся к этой тишине, то мы не сможем услышать, как Бог в этой тишине говорит внутри нашего сердца. Ведь Иисус, наклонившись низко, и когда пишет перстом на земле, Он на самом деле молча говорит к сердцу каждого человека, каждого, кто присутствует там. И это удивительно. Если посмотрим на женщину, которая взята в прелюбодеянии, она тоже молчит. Она осознает свой грех. Она, по идее, могла бы кричать, могла бы возмущаться, могла бы оправдываться, но она молчит. И эта двойная тишина дает возможность обвинителям услышать голос своей собственной совести, через которую Господь говорит каждому из них. Именно поэтому это короткого предложения, которое сказал Иисус вслух, кто из вас без греха первый брось камень, именно поэтому после этого предложения обвинители по одному стали уходить. И ушли все. Ушли все. Попробуем же, дорогие братья и сестры, в трудных ситуациях нашей жизни позволить Богу действовать. Самим же смиренно исповедовать свои грехи, самим же искать знаки любящего Божьего присутствия в нашей жизни. И тогда мы услышим, «Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Итак, дорогие братья и сестры, в завершении этого размышления предлагаю вам сделать такое особенное испытание совести, частное испытание совести. Как мы используем свои уста? Как часто мы обвиняем других? Почему мы это делаем? Иногда нам кажется, что мы это делаем из чувства справедливости, а на самом деле часто это происходит, как в сегодняшней притче. Мы обвиняем только, чтобы обвинить. Обвиняем, чтобы достичь каких-то личных целей. Не получается ли у нас так? Попробуем также в этом испытании совести задуматься над тем, а хватает ли нам смирения, когда нас обвиняют, особенно когда справедливо осуждают. Хватает ли нам смирения, чтобы в тишине принять это наказание, принять как урок и исправить свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова